Девушки отдыхают Смотрим подробности? Девушки отдыхают Смотрим подробности? Девушки отдыхают Девушки отдыхают Здравствуйте! Здравствуйте! Ребята, как ощущения? Ощущается гордость, но после турнира понимаешь, что могли бы выступить лучше и залезть в призы. Хотелось бы войти на пятистал, но получилось занять только пятое место. Я сделал выводы, что надо больше тренироваться и ездить на турниры, чтобы больше было опыта. У меня вопрос к тренеру. Вот девятое и пятое места, учитывая международный уровень и то, что было очень много участников. Это почетно? Я считаю, что ребята выступили достаточно уверенно. Я считаю, что добились очень хорошего результата. К сожалению, мы не забрались на пьедестал. Это был основной этап подготовки ребят к области, которая у нас будет через полторы недели. Мы эти шаги делали постепенно, участвуя в хороших турнирах в Тамбове, в Туле. Сейчас были во Франции. Все только для того, чтобы ребята достигли высоких результатов и вошли в сборную Московской области, где будут выступать на первенстве Центрального федерального округа и, я надеюсь, что и на первенстве России. К чему стремитесь? Какую планку для себя ставите? Наверное, самая высокая планка – это попасть на первенство России и занять там, пойти в тройку лучше. В первую очередь я хочу выиграть областные соревнования, попасть в команду Московской области, отобраться на Центральный федеральный округ и попасть на Россию. Получить кандидат в мастера спорта и, соответственно, поехать на Россию. Уже становится традицией просить тренера дать какой-нибудь совет или показать упражнения для начинающих спортсменов. Покажите нам, пожалуйста. Как правило, ребята приходят к нам на борьбу и мы начинаем с упражнения, так называемого «Укеми» – правильное падение. Вот. И падение назад ребята сейчас продемонстрируют. Спасибо. А мы еще раз поздравляем дедаистов – Егора Миченкова, Руслана Гаврилаша, Антона Русакова, а также тренера Сергея Базыкина с хорошими результатами. С легким межнациональным оценком проводился во Дворце спорта «Олимп» турнир по мини-футболу среди ветеранов. Он собрал 8 команд из различных уголков России и Белоруссии. От нашего города играло две команды. Давайте посмотрим, как это было. Они храбры и самоотвержены, не щадят сил и очень любят футбол. Ветераны в очередной раз на всероссийском турнире доказывают – они не любители, они профессионалы. В этом году на соревнования съезжаются спортсмены из городов Калязин, Балашиха, Тирасполь, Щелково, Ярославская область, Светлогорск и Ивантеевка. Я поздравляю вас за делом в районе спорта. Замо поздравляю в Ивантеевку. Футболисты нашего города представляют две команды – команду Ивантеевка и Ивантеевка-2. У каждой своя изюминка. Без должности я сегодня игрок команды Ивантеевка-2. Команда Ивантеевка-2, можно сказать, ветеран ветеранов, тренируется уже много лет, выезжала в Израиль, неоднократно билась за Кубок Московии. В ее составе 16 игроков, в том числе рабочие, предприниматели и сотрудники администрации, например, Алексей Конюков или замглавы Константин Венков. Это, кстати, и в работе неплохо помогает. Обязательно приходите к нам в Олимпу, играйте в футбол. Вторая команда более молодая. Она появилась всего год назад. В ее составе 8 человек. Есть у людей, у которых свой бизнес. Кто-то раньше был пилотом аэрофлота. Есть люди, которые служили в милиции. Такой коллектив разношерстный. Друзья-единомышленники мыслят творчески и позитивно. Вратарь команды Ивантиевка Рафаэль Исанбулов. Бывший участник группы «Ласковый май» первого состава. Неожиданно собрались футболисты, которые уже, наверное, поигравшие, уже с сединой, где-то животиком. Бегают, играют все прилично, и это очень рад. За три дня всероссийского турнира ивантийские команды успевают поиграть и друг с другом, и с футболистами из других городов. Здорово, здорово начали. Где было тяжело, перетерпели, особенно когда пропустили первый гол. Много моментов не использовали, но третий забили, и, в принципе, уже все по накатанному пошло. В итоге Ивантиевка вторая выходит в финал, где и сражается с командой из Ярославской области. Но проигрывает со счетом 0-3 и занимает в турнире почетное второе место. Третье же место достается городу Щелково. Все приехали сюда не участвовать, а побеждать, и это хорошо. Пятый раз здесь. Пятый раз. Мне всегда здесь очень нравится. Ощущается спортивная атмосфера. Этот турнир проводится в 14-й раз. В этом году в нем принимает участие более 120 человек. Путь к спортивным победам, олимпийским медалям, золоту на чемпионатах проще преодолеть, когда знаешь, с кого брать личный пример. Ребята из школы дзюдо Динамо Ивантиевка точно знают, на кого равняться. Здравствуйте. 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 В школе единоборств Динамо Ивантиевка. На Татане звезда дзюдо Кирилл Вопросов. Много лет тренировок. Я почти 20 лет тренируюсь. И почти, а больше 20 лет. Ну вот. С 16 лет я просто профессионально начал заниматься. И каждый день уходные тренировки. Привели меня к этой вершине. Ты держи здесь захват. Вот здесь. Вот сюда, Наталья. Кирилл – мастер спорта международного класса, победитель командного чемпионата мира, призер личного первенства Европы, универсиады, элитного турнира «Мастер». Бронзовый медалист чемпионата мира 2014 года. Начал заниматься дзюдо в электростальской спортивной школе. У каждого человека шанс. Надо просто не останавливаться, идти к достигнутой цели, тренироваться. Не жалея себя, где-то там, болит, что-то не болит. Залечить рану, не опускать руки, как бы дальше продолжать тренироваться. В профессиональном спорте не может быть без рам, как бы. Ну и вот не надо только останавливаться на этом. Мастер-класс от прославленного дзюдоиста – лишь первый в череде тренингов, которые повысят мотивацию учеников школы единоборств. Повели, сделали постановку. Анна Пыльцина, Сергей Денисов, Светлана Климова. Новости города. Итак, за последнюю неделю Ивантиевка стала чуть-чуть спортивнее и готовится к новым соревнованиям. О новых достижениях наших ребят мы расскажем вам через неделю. Это была «Спортивная Ивантиевка». Занимайтесь спортом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин